По поводу вот этой ситуации в Санкт-Петербурге, где женщина выгоняла с детской площадки детей с особенностями развития. Вы просили дать комментарий, но два дня я дописывала книгу, не могла дать комментарий, не только потому, что дописывала книгу, но и потому, что я... Ну, то есть, осуждать эту женщину, понятно, что она ведёт себя как неграмотное хамло. Понятно, все уже это сказали. Это объективно уже понятно. У меня другой вопрос, как у кандидата педагогических наук. А как, блин, это можно исправить? Как можно исправить вот такое положение дел? Когда женщина, вроде здравомыслящая, выгоняет ребёнка с особенностями развития с площадки, потому что, типа, мои дети пугаются. Причём очевидно, что дети не пугаются. Дети неиспугливых. Давайте я вам честно скажу, наши дети, как и любые другие, неиспугливых. Дети любопытны. Дети иногда встревают в очень стрёмной ситуации именно из-за своей непугливости. Прям напугать ребёнка, это надо, знаете, чтобы крокодил, блин, появился с крыльями на площадке. И то, блин, ребёнок побежит к нему, потому что ему интересно, ребёнку всё интересно. Поэтому женщина, которая якобы защищала своих детей, естественно, она сама напугалась. И вот этот испуг, как по мне, мне кажется, я могу ошибаться, но тем не менее, мне кажется, что этот испуг вызван банальным незнанием. Ну, то есть женщина понятие вот это, которое в шортах стояло и трясло своим пузом от страха, она понятия не имеет, что такое ребёнок с особенностями развития. Ей страшно самой, она не понимает, заразно это, не заразно. Как это отразится на психике её ребёнка? Ничего она не понимает. Учить надо вот этих женщин, понимаете? Как-то публике всей объяснить, что есть дети, вот такие есть дети, вот такие, вот такие есть дети. Вот эти дети вполне могут гулять на площадке, если с ними есть воспитатель. А с ними был воспитатель умственного. Всегда есть либо родитель, либо воспитатель. Их не выпускают от них. То есть они, по сути дела, они не опасны. Ну, то есть как я могу это объяснить? То есть я, может быть, сейчас, но это будет вообще невесёлый эфир, потому что меня до сих пор, я не понимаю, что делать. Я понимаю, что я мать. У меня двое детей. Естественно, я страшусь за их безопасность. Меня трясёт, когда мне кажется, что мои дети в опасности. Так вот, чтобы не казалось нам, матерям, нормальным, адекватным, нужно просто больше знать. Устраивайте какие-то ликбезы. В том числе мой прямой эфир, может быть, для кого-то будет ликбезом. Вот такими синдромами невозможно заразиться. Я несколько лет перед каждым Новым годом прихожу в специальный центр по обучению вот таких солнечных детей. Они называются «Солнечные дети». Они очень активны, они гиперактивны. С ними, когда мы начинаем фотографироваться, их невозможно посадить и оставить на месте. Ну, то есть они шебуршат, что-то ножками бегают. Они вот такие. Не особо может быть управляемый. Играть с другими детьми они могут. Просто детям своим, если бы мои дети оказались на одной площадке с солнечным ребёнком, я бы, возможно, объяснила заранее, как контактировать с такими детьми. Ну, то есть что можно сделать, с чего нельзя. Ну, то есть почему нельзя обижаться на какие-то ситуации? Я могу это объяснить, потому что я педагог, понимаете? А многие матери, они очень заботятся, сверх гиперзабота о своих детях, а знаний у них мало. И поэтому я прошу, если кто-то из моих подписчиков, есть у вас какое-то образование специализированное, я просто педагог, обычный, классический педагог. Но есть там педагоги, логопеды, педагоги, которые обучаются, их обучали, как воспитывать специальных детей, каких-то особенных, понимаете? Сделайте прямые эфиры. Объясните обычным женщинам, мамам, что всё в порядке, что мы живём вот в таком разнообразном мире, разные люди, разные дети. Ну, не знаю, как-то добрее будем, давайте. А то чё мы как идти. Ну и серьёзно. Всё. В общем, всем дефектологам, которые есть у меня в эфире, привет. И давайте нести в массы. Я несу в основном юмор в своём блоге и во всём, что я делаю. Но если где-то есть рациональное у меня зерно, где-то оно проглядывает... Так, блин, я надеюсь, мне за это спасибо вы скажете. А если не скажете, то и ладно, блин. Я не для этого вышла в прямой эфир. Для того, чтобы мы стали как-то более адекватны. Мы с вами можем узнавать мир и пытаться понять, как жить в нём безопасно. А в нём можно жить более-менее безопасно. Давайте. У нас в мире и так куча проблем. Давайте не создавать своими страхами ещё новые проблемы. Вот. Самая страшная женщина, когда женщина напугана. Когда женщина загнана в угол, а вы видели эту женщину из Питера, она была загнана в угол своими страхами, выдуманными, но тем не менее. И своей манией вот этой вот, типа, и сейчас я всех вас выгоню и всех посажу на цепь. Давайте просто посмотрим, сделаем выводы, почитаем научные статьи какие-нибудь, как я это сделала два дня назад. И успокоимся. Всё хорошо. Всё, люблю.